Если и можно назвать какой-либо вид автоспорта настоящей классикой, то это определенно кольцевые гонки. Мощные скорости, рев моторов, опасные повороты и плотное соперничество. Владивосток определенно соскучился по всему этому. Так что с наступлением лета полноценный чемпионат города по шоссе на кольцевым автогонкам не заставил себя ждать. Сегодня у нас немногочислено среди участников, но мы решили все-таки начать этот чемпионат для того, чтобы дать посыл потенциальным участникам, что этот чемпионат будет. Он будет состоять из пяти этапов. Задача у спортсменов в такого рода заездах довольно простая. Проехать определенное количество кругов быстрее своих соперников. Правда, в этот раз проблему участникам подбросила погода. Высокая влажность на дороге и густой туман сделали трассу максимально непредсказуемой. В такого рода соревнованиях участвую первый раз. До этого катался в любительских соревнованиях по тайм-атак, здесь же на Зминке, несколько лет. Вот решил дебютировать в чем-то более серьезном, интересном, новом. Машину сносит сильно, на самом деле. Эти переднеприводные машины имеют большую избыточную поворачиваемость. Нужно с этим делом играть газом, рулем. При этом еще и малая видимость. Да, верно, отметили. Видимость малая, зеркала плохо видно, боковое зрение практически минимальное. К слову, промозглый туман висит над самим чемпионатом уже последние пару лет. Дело в том, что шоссейно-кольцевые соревнования во Владивостоке в 2015 году встали на паузу. Это был довольно грустный итог череды зрелищных гонок, которые были очень популярны в городе. Раньше Змеинка собирала несколько десятков пилотов и сотни болельщиков. Со временем масштабы сильно поубавились. Но местные спортсмены не отчаиваются и надеются вернуть популярность этой классической дисциплине автоспорта. Как руководитель гонки, надеюсь, что организаторы поработают более плотно с потенциальными участниками. На следующем этапе будет большее количество для того, чтобы были и отборочные сетки, для того, чтобы финальные заезды нужно было прорываться. Следующий этап соревнований намечен на середину июля, однако будет полностью зависеть от погоды и желания спортсменов. А вот финал чемпионата зрители смогут увидеть только в октябре, поэтому времени насладиться скоростными заездами будет немало. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.